Эхо Москвы представляет программу Зверсовет. В столичном центре воспроизводства редких видов росомахи размножаются регулярно. С 2007 года здесь удалось получить более 20 щенков, которые пополнили коллекции европейских и отечественных зоопарков. Росомаха осторожно и скрытно увидеть зверя в природе удается редко. В нашей стране росомахи встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Южная граница Реала проходит через Тверскую, Кировскую, Ленинградскую и Вологодскую области, а также Пермский край. Отмечу и то, что росомаха – самый крупный представитель куньих, но с нетипичными для этого семейства пропорциями. Туловище не вытянутое, а короткое, вес от 10 до 16 килограммов. Любопытно и то, что внешне она больше похожа и на медвежонка, и на соболя. Это важно! А еще росомаха – наименьше изученный представитель семейства. Большинство зверей обитает в регионах с тяжелыми климатическими условиями и постоянно кочует по своему индивидуальному участку, который занимает до 2000 квадратных километров. Причем в поисках пищи росомаха ежедневно проходит до 45 километров и может преследовать добычу без отдыха 15 километров. Это интересно! У росомахи слабое зрение, зато отличное обоняние слух. А мощные челюсти и крепкие зубы позволяют пережевывать замороженное мясо и кости. Отмечу то, что при передвижении росомахи ставят лапу на всю стопу, а во время бега отталкиваются сначала обеими задними лапами, которые оказываются перед передними. Такая манера позволяет идентифицировать животных после дам. Оказывается... Жертвой росомахи становятся, как правило, только больные и слабые животные, и убивает она обычно ровно столько зверей, сколько ей необходимо. В случае переизбытка корма устраивает запасы и живет около них, пока еда не закончится, и только потом начинает кочевать. Кстати, благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, росомаха легко и ловко лазает по деревьям, и как сурикапи встает на задние лапы, чтобы осмотреть окрестности. Это любопытно! Росомаха – одиночный зверь. На одном участке может быть только один самец и две или три самки. Друг друга они находят по меткам. Самки приносят потомство примерно в одно время, но самец постоянно навещает всех своих детей и даже внуков. Самостоятельными росомахи становятся к двум годам. В естественных условиях врагов у росомахи нет, но ученые по-прежнему называют этих зверьей естественно редкими. Места, которые человек начинает активно осваивать, росомаха покидает, и это одна из причин исчезновения и уменьшения ее численности во многих районах Европы и Северной Америки. Продолжительность жизни в природе до 15 лет. Текст программы «Фотографии и видео» можно найти на сайте «Эхо» в блоге передачи «Зверсовет». С вами была Яна Розова. До встречи! Это была программа «Зверсовет».